Впрочем, подготовились сюрпризы не только для любителей татарского театра. Так, в парке Прибрежный по-новому обустроили трассу для лыжников. Теперь на ней при желании можно проводить даже федеральные гонки. Изменения претерпела и трасса для трековых гонок. Обо всем расскажет корреспондент программы Челны 24 Эльмира Гайнудинова. В парке Прибрежном катаются как любители, так и профессиональные лыжники. Погода уже позволяет заняться зимним спортом. Съемочная группа программы Челны 24 решила узнать у гаража, какие изменения трассы они заметили. Сегодня катаюсь только второй раз. Больших изменений вроде нет, только последний подъем, ну скажем, более остеристов. Здесь изменения, вот мне кажется, вот там только горка появилась, да, вроде больше так. А вообще лыжня здесь хорошая, чувствуется уход. Слов нет, отличная лыжня вот сейчас, и прямая, и классическая, и коньковая, прекрасная лыжня. Вот изменений хотелось бы, чтобы был туалет, чтобы людям было комфортно, по крайней мере, это самое, не куда-то в кусты бегать, по деревьями. Но изменения произошли более глобальные. В будущем здесь можно будет проводить не только республиканские соревнования, но и заявиться на федеральные. Отсыпали еще дополнительно подъемы, появился очень интересный тягун. То есть это все делается, в первую очередь, конечно, для лыжников, которые более профессионально занимаются этим видом спорта, то есть для спортивной школы. Изменения произойдут и на ипподроме. Кубок Салавата в будущем году пройдет в ином формате. Традиционные трековые гонки пройдут на обновленной площадке, поменяется рельеф трассы. Сейчас на ипподроме проводятся земляные работы. После их завершений приступят к заливке катка. А всего в набережных челнах предусмотрены еще четыре площадки для массового катания. На площади Азатлык, в микрорайоне Замелькеси, недалеко от дома 21-34, Мидеу и на Майдане. Новое оформление закуплено и на Мидеу, и на ипподроме. И получается, Азатлык у нас в прошлом году красивый был, в этом году будет красивый. Замелькеси тоже будет очень красиво оформлено. В инстаграм можно будет сфотографироваться. Для этого закуплены ленты Дюралайт. Ими и оформят катки. Кроме того, будут подготовлены 32 хоккейных корты и катки во всех школах. Семь уже готовы принять любителей коньков.